Коннор Макгрегор чувствует себя хорошо, в полусреднем весе ему комфортно, но дело в том, что остались незаконченные дела у него в легком дивизионе. Вот с такими словами, одиатар менеджер Макгрегора обратился к болельщикам. Я смотрю на всех своих клиентов, как на людей. Я видел Коннора в категории до 66, 70 и 77 килограммов, и он выглядит намного счастливее в полусреднем весе. В этом дивизионе ему не приходится так изнурять свое тело с гонкой веса. Но значит ли это то, что Коннор целиком и полностью посвятит себя полусреднему дивизиону? Менеджер отмечает, что в этой категории ему не приходится подвергать свое тело жесткой сгонке. Так вот, ответ нет. Несмотря на то, что Хорхема Свидаль, один из самых явных сейчас соперников для Коннора в этом весе, и поединок с ним был бы хорошим шоу, Коннор решительно ждет реванша с Хабибом Нурмагомедовым. Одиатар высказал свое отношение к сгонке веса. Получить преимущество в бою можно не только с помощью габаритов, роста или скорости. Можно сделать это с помощью правильного мышления в день схватки. Насчет переходов в другие дивизионы, как, например, Хабибу говорят, чтобы он это сделал, чтобы он попробовал себя в полусреднем, у менеджера Коннора есть свой ответ. Это субъективная вещь, и пусть каждый спортсмен сам решает, что для него будет лучше, рассказывает Атар. У Хабиба Нурмагомедова сейчас подготовка к бою с Фергюсоном. Конечно, Орел настроен на победу, у Фергюсона задача будет не из легких. Невозможно предугадать бой, как он пройдет, в каком русле. Очень сложно. Я никогда не заморачивался на действия соперника, на то, что он будет делать. У каждого соперника я выделяю лучшие стороны и стараюсь ему помешать, рассказывает Хабиб. У Фергюсона сильная сторона — это локти и выносливость. И по этой логике Хабиб будет делать все, чтобы поставить под вопрос эту самую выносливость Эль Кукуя. Будет делать то, что у него лучше всего получается работа у края октагона при полном контроле в партере. Про локти Фергюсона тактику раскрыл Абдулманаф Нурмагомедов. Хабиб будет прижимать голову к подбородку Фергюсона. И этим способом они отключат ему локти. Отмечу, что у Хабиба очень грамотный тренерский состав. Всегда подбирают правильную тактику. И в подтверждение вот эти слова Орла. «Я вам скажу, что за всю мою карьеру вы не видели, чтобы у меня не то что сечка, даже фингал был. Не думаю, что у меня будет рассечение, но даже если будет, не думаю, что судьи могут остановить поединок. У него задача, у Фергюсона будет не из легких», — решительно заявил Нурмагомедов. В этом и есть главный интерес поединка. С одной стороны, по Хабибу практически никто нормально не попадал. С другой стороны, я не помню, чтобы хоть кто-то после боев с Фергюсоном уходил с чистым лицом. У себя в Инстаграме Хабиб показал болельщикам, как настраивается на поединок. «Прошу Всевышнего, чтобы он даровал мне победу, если эта победа сделает меня лучше, как человека. А если нет, то пусть отдалит от меня эту победу», — слова чемпиона UFC. Друзья, можете, кстати, получить приятный бонус по этому промокоду. В свете недавних событий и всех приключений Емельяненко все больше появляется сомнений и переживаний, что Александр выступит против Исмаилова. То же касается и пресс-конференции, которая уже совсем скоро, она пройдет 7 февраля. Об этом рассказал Мэйрбек Хасиев. Он успокоил болельщиков, что все остается в силе, и оба файтера будут на пресс-конференции в Москве. «История ММА и бокса помнит примеры, когда пресс-конференции оказываются интереснее, чем сами поединки», — говорит Хасиев. Судя по накалу страстей, которые сейчас кипят вокруг боя Емельяненко и Смейлов, такие мероприятия лучше не пропускать. Здесь нечего добавить, все так, пресс-конференции — это огромная часть шоу, тут и раскрутка самого поединка, и создание своего образа на публике. Очень много интересных моментов, как болельщики воспринимают гладиаторов, и как сами парни проявляют себя перед болельщиками. Хасиев передает болельщикам слова Александра, что тот обещал, что живым или мертвым, но будет 7 февраля на пресс-конференции в Москве. Хасиев намекает на вчерашние видеосети, на котором, по мнению очевидцев, Александра завезли в больницу прокапаться. Посмотрим, сдержит ли Александр обещание. Будем надеяться, что все пройдет хорошо. Поединок 3 апреля в Москве на турнире ACA-107. Так что Хасиев еще раз напомнил, что пресс-конференцию нельзя пропустить, что пресс-конференции по накалу страстей бывают интереснее, чем сами поединки. Напишите, за кого вы и почему. Я за то, чтобы оба дошли до октагона. А сам поединок будет очень интересным. Удачи спортсменам! Спасибо вам, друзья, что смотрите. Зайдите обязательно ко мне в Инстаграм, чтобы посмотреть, как я озвучиваю. Вам это понравится. А мы увидимся в следующем выпуске. И до скорого! Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова